Есть целый отдельный семинар, который посвящен тому, как работать с элементом применительно к физическому здоровью, применительно к энергетической системе, применительно к вашему окружению, то есть взаимоотношению с людьми и применительно к домам. Потому что изначально вообще я как фанат элемента пространства, который очень успешно и много работаю с элементом пространства, и знаю, что такое пространство и как с ним правильно взаимодействовать, и это тот как раз элемент, о котором у меня всегда не хватает времени сказать, не первый раз я с этим сталкиваюсь, это самый ключевой элемент, о нем обязательно сейчас я скажу, в чем его важность, самое главное. Посмотрите вокруг, посмотрите на нашу прекрасную планету. Мы все находимся в пространстве. Пространство это элемент, который включает в себя все остальное. Если вы не даете чему-то пространство, это перестает существовать. Если вы не позволяете себе, например, чего-то, то вы просто не даете этому места в своей жизни. Если вы хотите справиться с чем-то плохим, вам нужно дать пространство этому плохому. Почему? Потому что сначала вы должны принять, прекратить бороться с этим, вы должны признать, что оно есть. Признать, что что-то у вас есть, допустим, неприятное, это дать этому место. А вот потом вы с этим уже можете справиться. Если мы говорим про хорошее, то достаточно просто дать место чему-то хорошему в своей жизни. Тестирование элементов пространства происходит в первую очередь за счет того, как человек вообще помещает себя в этом пространстве. Есть люди, которые на моих семинарах сидят вот так. Они зажимаются, они скручиваются, при этом я обычно веду, то есть у меня какое-то место есть, пространство есть. Я очень люблю объединить людей, создать пространство, в котором человек может быть собой. Это безопасно, это счастливо, и он может раскрываться, и он знает, что его никто там не пнет, не осудит. Это очень важно для работы, для того, чтобы действительно что-то происходило на семинарах. И очень интересно наблюдать, когда я даю вот эти вот вещи, связанные с пространством, самые ключевые, потому что без пространства у вас не будет хорошего взаимодействия между другими частями. Просто его не будет, понимаете? Невозможно не представить себе что-либо вне пространства. Но мы, как люди, очень часто попадаем в бессознательную позицию, мы выключаемся и не понимаем этого. Из-за того, что мы этого не понимаем, мы этому места не даем. Пространство равно сознание. Для меня это равные вещи. Если вы понимаете, что ключ к пространству – это сознание, потому что мы создаем, мы из себя этот мир делаем. Я вот зашла в комнату, и пространство вокруг меня, оно становится таким, каким я его делаю. И святые места делают те люди, которые в них находятся. Понимаете? Мы все создаем сначала, мы создаем сначала пространство. Есть пространство нашей души, есть пространство нашей жизни, есть пространство наших отношений. И это все не просто какая-то эфемерная, безвоздушная среда, непонятная, как с ней иметь дело. Она очень живая, и она обладает сознанием. И мы являемся частью этого пространства. И это пространство является частью нас. Это очень важно. Хорошо, если вы в это включитесь. Вы сможете очень многие вещи делать, как пространственные. То есть, например, очень практичный момент. Часто люди не могут в новом месте, в незнакомом или где-то в гостях выспаться нормально, например. Потому что непривычное место. Я привык дома спать, я поехал куда-то, я там не очень. Или, извините, я в туалет могу сходить только дома. Я не могу ходить в туалет в гостях, например, такое часто бывает. Это все неосвоенное, то есть мы не умеем. А как это делается? Как можно это освоить? Это очень интересно. Для этого мы должны чувствовать эту энергию, мы должны чувствовать, как мы наполняем собой, и чем вообще мы наполняем вокруг себя, и как мы можем это перемещать. Даю только, просто нет времени. Даю только одну подсказку. Когда мы куда-то едем, если вы хотите себя где-то хорошо, комфортно чувствовать, перед отъездом сворачивайте свое пространство и берите его с собой. Есть люди, которым эти слова сейчас вообще ничего не скажут. Ну вот просто ничего, ни о чем. Есть люди, которые почувствуют, о чем я говорю. Те, кто понимают, о чем я говорю, те, кто чувствуют, приходите ко мне на непосредственную работу. Я обучаю, как можно свернуть пространство, как можно развернуть пространство, как можно вообще с помощью своего создания, своего пространства очень сильно повлиять на свою собственную жизнь, на жизнь людей, которые вокруг себя в смысле счастья, в смысле раскрытия. Продолжение следует...